всем привет у нас сильно похолодало фу навонял сейчас загружу еще время у нас пол седьмого котел на загрузками протопился 13 часов пришел добавить температуры шот сбыл потом не смотрю там залу подвести посмотреть а там все он затопился 2 засыпал одно у меня было но принес сходил домой за телефоном сейчас покажу погодку камни на 70 градусов получается он за 13 часов скушал полностью загрузку в среднем загрузка здесь 55 килограмм 55 56 57 сейчас для улицы самое то вот не а варежки вязаны ставь ставим на 75 чуть чуть больше ворошилка перенастроил сейчас покажу дымогазовым 150 температура 62 с половиной сейчас еще ведерко нагребем вчера дом еще присыпал маленько днем потеплее было вчера что 30 сили уже поднималось пыльно ну и дышать плохо холодный воздух сильно так сейчас как раз цикл работы сейчас маленького расширку поправлю вот так так ладно пускай пока разгорается так телефон надо снять температуры подача и обратка подмесь все также 90 процентов насос на первой скорости а другую не ставлю нормально работать горение со вспышкой нет взять нормально хорошо горит так все за цикл отработала следующий цикл ожидания быть все выставил получается на 72 хотел 75 3 градуса разница да при мне ворошился под подождать опять ворошился на два цикла прошло все сейчас встанет на 0 когда пройдет так пойдемте на улицу пропускать проветриться пока загружал так погодка хорошая ну в принципе райца со вчерашним днем 8 градусов с утра на минус 8 вот он 48 показывает холодно 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 небо звездное оно не видно хорошо руки заберзают мгновенно так ладно пойду домой как готовится покажу вам на температуре 75 я обогреть ее не буду надо дом прогреть нормально за сколько он скушает 55 килограмм угля котел мне 35 киловатт ну такой немаленький но пошло мощное горение там слышно вам мудитыш вторички я вторички кстати вот колечки еще раз бествую вставил чтобы подсос воздуха вообще не было никакого стороннего чтобы именно в дожигателя все шло горит замечательно сейчас вспышку включу покажу температура растет дымогазы поперли и сейчас быстро нагреваться будет система так вот горение ну это пока не самое мощное пламя сейчас уголь разгорится дожигатель у меня стыд мне спрашивали стыд ли дожигатель все на месте ничего не убираю он хотел справлять с температурой нагоняет поддерживает главный критерий в помещении дома допустим на большое помещение не опускать температуру ниже 20 градусов если впустить ниже 20 потом дом нагнать будет его очень сложно у меня такой ошибку делал пару лет назад и впоследствии дом нагревал дня три нына я никак не мог его нагреть а когда температура выше 20 думаю то держать ее проще так вот факелка этого хватает размет этого газового окна которого видно у нас получается 200 по моему на 48 на 50 миллиметров так ладно приду вечером вечером мы продолжим сейчас у нас утро бездоси 7 уже температура растет ну может днем забегу еще покажу как он в стопе горит покажу дома газа сейчас пока вот время начала разгона где-то температура дома газа в 200 да придут часиков в 12 12 час как раз а ребенок спать будет приду и покажу вам горение домогаза через 6 часов зашел в котельную время у нас начало 12 температура 76 задано 75 ну там чуть больше окрут ну сейчас покажу горение дымогаза дымогаза 175 на улице холодно сейчас покажу вот так вот горит вот это у нас еще получается 5 часов работы пока что ну по такому морозу тут 12 часов я думаю он даже может меньше загружала получается с пятьдесят пять килограмм пустой он был ну грубо 55 я думаю на 75 он спокойненько это скушает что фокус фокус сейчас покажу погоду на улице здесь пока так вот под 80 но 75 он чуть больше наверняка но больше никак 70 не хватает на 70 дома 22 было а сейчас она градус приподнялась и стало 23 так на улицу без рукавиц лучше не ходить вот восходик у нас солнышко уже так высоко сейчас дни короткие декабрь месяц воздух холодный дышать плохо уголек летит прям летит вот недавно телегу привозил тут ровненько почти все было улетает вот так вот дымок потеплело было 48 сейчас все у нас там около 45 на 3 градуса потеплее стало погодка конечно для декабря редкая вот такой вот вид у нас сверху на поселок все в дыму у нас две больших котельных отапливают школу техникум там дымят там света белого не видно все в тумане стоит на улице где-то на 41 42 всего потеплело а здесь у нас хорошо чистое небо красота прошло десять часов как-то загружал на улице нас потеплело сейчас опять будет холодать сейчас покажу температуру десять часов утопится еще пока холодно дома натопилось 25 дома нормально дома газа 175 там я еще шоцик выгрузил интернет сегодня как бы вынужденно прокатился на оке с утра было минус 48 так вот даванула крышку коленвала короче масло бежит мне может у кого то есть напишите на ватсап может кто то с красноярской либо поблизости кого то есть в красноярске но в магазинах их нету а деталька нужна на 41 уже время четыре часа у нас же закат холодно погодка вот все восход в десять закат четыре красота блин как пойду перезагружать продолжу ролик по запчасти и теку то есть они открыть нести все пойду домой сейчас в принципе покажу пришел в гараж крышка у меня уже была лопнувшая и утром ездил сейчас смотрю маслица ямку открыла снял шоцик вон она это вот эта вот деталь здесь которая стоит где сальник ставится коренной за маховиком вот сама крышка вот эта нужна она была с трещиной после того как у меня колено ломался а сейчас все у меня прокатился смотрю ёбая лужа вот такие вот дела машинку надо чинить без нее плохо в магазинах нет запчасти этой я позвонил у нас мало в городе завтра еще в разборку позвоню может там есть всем добрый вечер прошло 12 часов у нас 6 часов вечера на улице уже ночь домогазы кстати колебались 170-175 вот так вот так сейчас покажу горение но уже дома показывает 70 градусов а разница на полчаса 2 градуса стоит на 72 ворошилка котел на 75 скорее всего там уже все сейчас открою посмотрю ворошилка выключаю только привод обесточил именно приводную часть и надо золу достать а зола сейчас достану там сейчас из двух протопок сейчас посмотрим остаток ух ты рано рано рановато ворошилку оставляем все ухожу ух ух да угонял сейчас проветрится вот это минус шахтного котла если его открыть не вовремя там еще не догорело газов много почему почему как бы в помещениях их лучше не ставить ну в жилых так помещение тут 12 квадратов не больше до 12 проветрится быстро так я думал дотопился он еще бодрячком так ну пока дотапливается сейчас тогда золу вытащу там осталось немного там осталось немного на улице уже ночь там осталось еще буквально полчаса полчаса она и все не знаю с двух загрузок залына будет целое ведро нам что пошло угудел еще ворошиться будет на ходу залы кстати немного это у нас получается почти 14 ветер угля 110 килограмм загружал угля получается и при топке на высоких температурах в которых есть такое небольшое спекание ну потому что он работает на максималках но зато эффективно это главное еще там максимум час будет работать и того получится у нас 13 часов одна загрузка ну и температура сегодня теплее 37 не было и то там где-то часа полтора наверное сейчас уже полностью покажу температуру там зола еще есть это не вся там еще не доворошилась нужно как бы и сейчас в принципе вот догрузить но я хочу дотопить это маленько поменьше проверить камни если нет если есть камни то лучше пока тепло дома все скинуть и получается котел перезапустить что такое еще мешает пойму да ворошилка я могу отдельно подать питание без термореле нет что-то мешает ничего не пойму так ну да ладно затягивается закрывается просто при необходимости можно не дожидаясь срабатывания я могу отдельно отдать питание на схему и простигаться манипуляции ну еще час и все а вот вся зола с двух протопах это получается почти вот почти восемь таких ведер ведре 15 килограмм так а я дернул нет собою проверить там второй зольник дверцы так открывается чтобы этого не предкрыто стоишь когда вытаскиваешь золу и будет тяга мимо очагаете будет плохо работать так ладно приду позже ну золы мама и зола он такая вот со спикашками с такими сухарями они вот они разваливаются в руках вот они температуры высокие ну и плюсы я так уже запил при таких топках камни хорошо выгорают одно я не понял почему дверцы что-то мешало ей так ну да ладно приду попозже газов не видать оттуда вот она вот такая вот такие вот сухарики они хрупкие ломаются ну когда там вот максимально получается у нас идет горение в слой в этом рабочем я здесь получается не стал добавлять никакого стоял стандартных так и оставил ладно приду частиком к семи ну смотри за температурой как бы тоже проворонить ее неохота и вот эти спикашки с крестом их больше большие есть они набираются и закрывают колостник из этого горения будет хуже и эффективность котла упадет кратно лучше будет просто его перезапустить ну это нормально я все ворошу если что много крупного я все скидываю в зольник в принципе покажу можно еще предупредить снежочек в мороз всегда такой низом растет почти 44 холодно пока сидел монтировал он еще раз поворошился ну скорее всего будет тормозить котел сейчас дождусь до 65 градусов и буду перезапускать его время у нас почти 7 13 часов а температура 66 ворошилка время ожидания скончается уже 2 ворошенская всего было сейчас через 40 сумку он станет на 0 сейчас посмотрим спекание наличие если там более или менее адекватно все загружаю и все дальше в работу козявок немного но есть и плоские камни не камни хватает все таки сейчас нам с крышки посыпется тоже нужно перезапускаться 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 самый грязный процесс так угольки попадали как бы лучше вот эти угли не жалеть их тут немного жар от них не так много просто проблем может гораздо больше если их не убрать обязательно проверяю потому что там могут быть камни дальше да так и есть чтобы камни не было вообще ни одного все все сейчас поставлю на мощность маленько добавлю сантиметра получается на 3 добавим на один прозор свистел сюда ближе все все прошилку на место вот она красота какая на руках все остается отмывается вообще плохо отгезы хорошая сейчас там колосники раскаленные все горячие разгорится быстро разгорится быстро сразу что не приготовим сантиметра все 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 Субтитры сделал DimaTorzok Получается, тут уже сгорело килограмм на 200 с лишним угля, и я его не тормозил ни разу, работает нормально. Газа у меня в горелке нету. Палочку я тоже сжег. Субтитры сделал DimaTorzok Надо делать все быстро, чтобы на улице мороз, а дом студить нельзя. Дома дети маленькие, и должно быть тепло. Процесс недолгий. О, какая тяга. Сейчас три хода сделаю, а то задувает. Там жар большой, сейчас только подпалить, и оно пойдет. Растопка сухая. Это еще прошлый раз, когда мороз начались, я растапливал ночью. Так все и лежит. Все, сейчас по накатанной, я еще доколю. И перезапущусь. Температура уже 59, ну 60-59,9. Ну сейчас, получается, три сантиметра до бая, как бы, зона будет побольше. И, в принципе, теоретически жена угля в эти чуть-чуть больше. Так, все. Так, ладно, не буду затягивать этот процесс, уже все видели неоднократно, как это растапливаю. Результатом получается 110 килограмм за 25 часов котел скушал. Погода на улице от минус 48 до минус 37 было. И сейчас тоже, как бы, там, не тепло сейчас покажу. Сейчас сходим на улицу. Покажу погодку, и пока он разгорается, приду, заложу. Так. Погодка хорошая. Но время с 7 уже, ночь. Ну, недолго осталось. Декабрь кончится, там уже. Повучше будет. Около 45. У нас холодно еще, получается, три дня будет. Таких сильных. И к пятнице уже потепление. А, хоть три дня, четыре дня. Сегодня еще не самый холодный, кажется, ночь. Ладно, иду домой. Всем тепла, всем добра. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч, новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.